Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. Начнем. Начнем наше занятие. Пожалуйста, поставьте плюсик, что меня слышно. Да, благодарю вас. Хорошо. Ну что ж, посмотрели, да, результаты по экзамену? В принципе, что хочу сказать, в принципе, очень-очень-очень достойно. Да, конечно, результат невысокий, но нужно понимать, что вы находились в самом начале вот этого, как бы тренировочного, тренировочного предэкзаменационного периода. Я очень надеюсь, что если бы мы писали экзамен сейчас, да, если бы мы писали экзамен сейчас, то я очень надеюсь, что результаты были бы лучше. Но тоже очень показательно. Очень хорошо, что смогли ткнуться прямо так и замерить температуру. Общие моменты вы видите, да, насколько баллы по P2 отличаются от P1. Ну то есть в данном случае у нас 8 баллов, 8 процентных пунктов. То есть если средний процент выполнения экзамена P1 – это 65 баллов, ну и 100, то есть мы зарабатываем вот так, то P2 – 57 баллов. Вот поэтому серьезное внимание P2 тоже нужно уделить. И прямо не просто нужно уделить, да, расчеты мы более-менее выполняем. И даже если мы где-то там ошибемся, но всегда можно как бы выйти из ситуации, поставить пробку. Я напоминаю, да, если вы не можете рассчитать какой-то показатель, что-то получилось, вы ставите пробку. То есть просто ставите примерный показатель, который мог бы здесь получиться, ну число, да, и идете решать дальше. Идете решать дальше. Вот, то на P2 нужно это, нужно вот учить формулировки, нужно играть вот этими вот вещами, да, то есть там, допустим, продумать. А вот если, допустим, будет там цепочка портера, да, и что мы можем улучшить на каждой из основных этапов производства и реализации. Да, вот просто сами раз и подумайте, а что я мог бы здесь вот сказать. Да, то есть у нас должны быть заготовочки этот ответ, не то, что вы выдумываете, вы его пишете, а вы, по сути дела, используете заготовочки и вставляете их туда в ответ. Так, пройдемся, да. Экзамен P1. Во-первых, я поздравляю всех, кто сделал прекрасный экзамен, написал, но теперь пройдемся по замечаниям. Да, Никита Петрович, отличный результат по P1. А второй результат по P2, тоже замечательный. Вот, можно скажу несколько этих. Да, несколько слов. Короче говоря, волнуйтесь и торопитесь. То есть некоторые моменты идут не отслеживания. Где это проявляется? Во-первых, Много исправлений, да, много исправлений. Сейчас вот непродуманные, получается, у нас расчеты. То есть она как бы какая-то вот, но я не скажу, что она неаккуратная, да, но вот она, и потом, сейчас, минуточку, где она у нас? Да, вот допустим, тоже там, как бы, расчеты налеплены друг на друга, расчет NPV, туда же как-то всунута вот эта вот налоговая экономия, все должно быть оформлено отдельно, все должно быть выделено прямо, расчет, он должен быть как расчет, а заглавлен, должны быть отступы. Новое... Вот я сейчас... Так, 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 где? Да, в задании 5B по P2 просто сплошняком текст пошел. Некоторые задания мы начинаем писать не с начала листа. Это всех, кстати, касается. Обязательно проконтролируйте. Каждый вопрос должен начинаться с новой страницы. Вот. То есть, Никита Петрович, потенциал отличный, результат их очень хороший. Поработайте внимательно. Вот еще раз поработайте над оформлением. То есть, еще раз, вот прежде чем бросаться решать задачу, остановите себя. Вот скажите, как я должен ее оформить? Да, вот какой пункт первый, второй, третий пойдет? Я буду делать отступы. То есть, это будет красивое оформление. Все, а потом бросайтесь уже туда, хорошо? Хорошо. Ну, Улубер Ахматулавич, вот что мы называем пункты? Вот, допустим, в P1 вопрос 2. Он делится на 6 подвопросов по 5 баллов. Да? Вот это. Вот здесь, как бы, начинаем. Каждый подвопрос с новой этой страницы. Да, я понял вас. Теперь в пунктах, допустим, вопрос. Вот у нас задачка 3, да? 3 и 4 в P1 по 25 баллов. И там существует пункт А, допустим, на 14 баллов. Ну, конечно, пункт Б мы делаем уже с новой страницы. Пардон, там такие задания бах-бах-бах. Ну, то есть, огромные просто там 14 баллов задания. Конечно, следующее задание делаем с новой страницы. То есть, 4 балла уже достаточно для того, чтобы перевернуть, ну, как бы, страничку и пойти дальше с новой. Да, Екатерина Викторовна, можно. Но лучше начинать, как бы, лучше начинать снова. Если вы видите, что у вас там пятибальный, шестибальный вопрос, конечно, отводите на него там целую страницу и с новой начинайте. Вот. Хорошо? Так. Так. Лубер Ахматулаевич, ну, что могу сказать? Вы молодец. Молодец. То есть, и оформлена отлично работа, все, как бы, расставлено по порядку. Ну, есть вот эти вот ошибки, но, как бы, это ошибки. То есть, это ошибки, над которыми просто нужно работать, да? То есть, совершенствовать. А так, в принципе, ну, что, одна из лучших работ. И контроль времени тоже видно, что работает. Да, Никита Петрович, хочу сказать, да, контроль времени у вас тоже все в порядке, да? Единственный вот момент, это тонкий момент, это оформление. То есть, над ним нужно поработать. Все остальное, как бы, выше всяких похвал. Так. Далее. Екатерина Викторовна. Да. Тоже можно поработать над оформлением. То есть, ну, видно, что торопились. Как бы, в голове немножко это не уложено, как это нужно оформлять, да? Поэтому по марке. Так, так, так. Ну, это просто у нас ошибочки. Сейчас я по П2 посмотрю. Да, вот по П2 у нас улетел, конечно, результат. Он стал... То есть, если по П1, это третий результат, 76 баллов, да? То чувствуете, как провалился результат по П2, 48 баллов пошел. Да, ну, вот по почерку. То есть, такой мелкий, торопитесь. Угу. Да, ну и часть заданий не успели. То есть, здесь нужно еще раз поработать над контролем времени. То есть, вот прямо себе расписать и бросать. Такого вообще на экзамене, это всех тоже касается, такого быть не должно, что вы что-то не успели. То есть, не смогли сделать там такое-то задание, да? Потому что времени и хватило. Времени должно хватить на все. Вы можете не до конца его сделать, не дорешать, бросить, еще что-то. Но начинать задание, как бы выполнять, дойти там до середины, вы должны. Вот это вот обязательно. То есть, вот четко вот это вот бросание времени. И тоже нужно продумать вот это вот, что вы пишете, как вы будете писать, вот эти, как вы построите эти расчеты, да? Чтобы не суетиться. Вот на это не нужно тратить времени. Да, и на P2, естественно, нужно не просто вот это заучить, а поиграть. Поиграть. А что будет, если вопрос будет звучать вот так? Что я на это скажу? Елена Михайловна, да, понятно. Да, но это нужно заставить. Это нужно, действительно, в этом есть психологическое, как бы, ну, нужно делать психологическое усилие для того, чтобы заставить себя бросить и перейти к следующему заданию. Поэтому я и говорю, что это очень важно тренировать. Очень важно. Так, как раз. Ну что, Елена Михайловна. В принципе, по ошибкам понятно, да, это нужно, как бы, это нужно разбираться. По оформлению P1 очень-очень все хорошо, по P2 немножко мы поехали. Ну, ну, по P2 в первом задании немного многовато, но, как бы, это не важно, да? Вернее, важно все, что... Но просто нужно P2 подтягивать. Подтягивать. Потому что разница у нас 71 и 56 многовато. Это говорит о том, что нужно заняться P2 в большей степени. То есть, вот, на, условно говоря, на одну сессию P1 решайте две сессии P2. Вот так вот. Да, по поводу оформления, в общем, очень, ну, как бы, все очень прилично. Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна, 100 баллов, да? Тесты, ну, это вообще круто. Молодцы, молодцы. Вот. Один из этих уникальных случаев, когда вот тесты на 100 баллов. Так, ну, что по поводу оформления. В общем-то, все нормально. Читабельная работа правильно, все оформлено. Там, да, посмотрите еще решение. Обязательно нужно посмотреть решение, да, где-то там. Ну, там. Один B там вообще что-то так вот. Закрутили с решением, что. Вижу, что бросали. Пункти 7. Это у нас был P2. Так, я прошу прощения, потому что у меня тут много всего-то написано. Ирина Сергеевна, скажу, но вы не обижайтесь, да? Работа. Много ответов. Много ответов. Ну, вообще очень похоже на ответ экзаменатора. Прямо вот так вот оформленное. Момент здесь следующий. Хочу сказать. Я не хочу сказать, что там списывали или еще что-то. У меня были случаи, когда слушатели списывали, и это явно как бы выделялось. Ну, просто было видно, да? То есть, условно говоря... Там, условно говоря, там все контрольные, домашние, там еле-еле, и тут вдруг экзамен там замечательного. Но у меня были слушатели, которые, да, на которых я тянул, так скажем, бочку. А просто слушатель очень хорошо... Ну, во-первых, с английским у нее было все в порядке, да? Это из предыдущих групп, там, год как минимум назад, да? С английским было все в порядке. И все в порядке было с памятью. То есть, она просто заучивала ответы экзаменатора наизусть. Вот. То есть, там, конспекты, не конспекты. Она просто брала и эти ответы экзаменатора заучила наизусть. Поэтому шпарила, по сути дела, просто заливала ответом экзаменатора вопрос. Вот. Тоже такой подход возможен, в принципе. Но лучше все-таки иметь такую вот вариативность, да? Уметь реагировать на ситуацию. Нет, видите, в чем дело. Дело в том, что зубрить... Что зубрить? Зубрить ответы экзаменатора, я думаю, что не нужно. Потому что момент такой. Вот можно их зубрить, если вы четко понимали насчет прогноза. Вот будет это, это, и мы вызубрили. Такие вещи были, такие вещи. Я говорю, что, ну, практиковались раньше, вот два года назад, практиковались. Когда мы делали прогноз по экзамену, тогда было делать прогнозы просто, потому что они, как бы, ну, брали вот конкретные сессии английские. Вот. И там слушатели заучивали, условно говоря, их, эти английские сессии. И это, и сдавались. Сейчас нет. Ну, как бы, не нужно на это тратить времени. Лучше поиграйте. Лучше поиграйте. То есть, заучите определение, вот эти плюсы и минусы, и попробуйте вот самостоятельно. А если будет вот такой вопрос, что я буду отвечать? А если будет такой вопрос, как я построю ответ? То есть, заранее сделайте заготовочки. То есть, да, нужно осмотреть ответ экзаменатора, но его использовать как вашу заготовочку для будущего ответа. Может быть, его можно пристегнуть к нескольким вопросам. Так, хорошо. Ну, я прошу, что, прошу прощения, я бы хотел просто всех немножко. Так, Лилия Семеновна. Ну, что, в принципе, нормальная работа, нормально оформленная. Сейчас я еще по P2 взгляну, что у меня там. Продолжение следует... В принципе, отличная работа, не просто хорошая работа. По P1 получилось, что она хорошая работа, а по P2 отличная работа. Вот. Нормальное оформление. В общем-то, все в порядке. Контроль за временем, видимо, был. Ну, как это чувствуется. Но почему-то вот в P2 было пропущено задание. Да. 7С пропущено задание, да? Совсем. Задание не пропускаем. Задание не пропускаем. Каждое задание пытаемся отбить. Что значит пропущенное задание? Это пропущенное задание, это значит, что вы пытались утюжить какой-то другой вопрос за пределами его времени. За пределами. А утюжение другого вопроса за пределами времени, как правило, не приносит никаких дополнительных баллов по сравнению с тем, что вы уже там написали в течение нормального времени. Вот в чем дело. Поэтому пытаемся и эффективность работы над теми вопросами, которые, вы кажется, ой, я не помню, она больше, чем те вопросы, которые вы пытаетесь там дописать и дорешать, доделать. Вот в чем дело. Да. А так работа отличная. Лилия Семеновна, вы молодец. Да. Вот, кстати, у Лилии Семеновой один из редких примеров того, такое бывает, да, что работа по П2 значительно лучше, чем П1. Так, Лилия Дмитриевна. Ну что, по П2 вообще пятый показатель. Ну, вот, так скажем, очень четкая работа в плане того, что, как бы, результат не скачет. То есть, условно говоря, 65 баллов по П1 и 62 балла по П2. То есть, чувствуется ровное, ровные занятия идут. И, как бы, нормальное освоение. Сейчас я посмотрю по П1, что у нас. Да, ну, есть какие-то замечания. Такие 2Е много написано лишнего. Вот 3B и 3C пропущены задания. Это нехорошо. Да. B и C. 4B и C тоже пропущены. Вот. То есть, 4А, видимо, времени не хватило. B и C вообще пропустили. Ну, то есть, здесь задача такая. Здесь нужно, как бы, Лилия Дмитриевна, просто тренировать скорость и контроль времени. Вот. По оформлению нет вопросов. Все это. Все нормально. Алена Михайловна, да, по П1 тоже, вот, по П1 это восьмой результат 59 баллов, а по П2 63 балла. Ну, видимо, получился так, что по П1, когда сели, да, был шок. То есть, бам, шок пережили, а потом организм, как бы, настроился и настроились уже на П2 в такую, в боевую, как бы, эту. Я тебя добью, да. И добили. То есть, результат очень приличный. Сейчас я посмотрю по этим, по оформлению, что-то у нас, если есть. Да, по оформлению нет вопросов. Очень аккуратно, все чистенько. Да, там 3b вообще пропущен вопрос. А к четвертому не приступили. Это к П1. Вот. То есть, тут скорость, тут опять же, да, скорость и бросание. Сейчас по поводу П2 взгляну. Да, а по П2, в принципе, как бы, нет таких вопросов. Все. 2а идеально вообще сделано. Все, как бы, это проставлены расчеты. Да, и вот тут, видимо, это начали контролировать время, да. То есть, раз и это, и все. Ну, сразу чувствуется подход. Да. Да. Да, хорошо, Лена Михайловна. Так, следующее. Да. Так, Елена Викторовна. Да, получилось 50 баллов у нас за П1 и 39 за П2. 39 за П2. Видимо, сейчас я взгляну еще на общие результаты у нас. А общие результаты у нас идут неплохие, неплохие, да. То есть, видимо, получился шок от контрольной работы, ну, вернее, от экзамена. Да, нужно приучать, нужно сейчас это поработать. И нужно поработать над оформлением. Потому что с пропусками строк пошло, ну, как бы, не скажу, что не очень такая вот чистая, логичная, внутренне логичная работа, да, когда вот понимается, что вот ясное сознание, нужно делать так, так, так. А, еще очень важный момент. Скажите, у меня вопрос, это ко всем вопрос. Это ко всем вопрос. И к Елене Викторовне тоже. А что нужно делать, если мы не знаем ответ на тестовый вопрос? Что нужно делать, если мы не знаем ответ на тестовый вопрос? Правильно! Правильно! Ставить любой. Мы же с вами изучаем вероятность. Какова вероятность того, что вы ответили правильно на тестовый вопрос? Нет, не больше 30, Елены Михайловны, меньше. 25% конечно, 4 пункта у нас выбора, 25% вероятность того, что вы сделали правильно. Но если вы не поставили вопрос, не поставили никакую букву, то пардон, это значит точно будет неправильно. То есть, даже если вы не знаете, не понимаете, как сделать, ставьте. Причем, знаете, как нужно ставить букву? Знаете, как нужно букву ставить? Не так? Вот это примерно, я думаю, что, наверное, будет это. Потому что, скорее всего, вот это примерно, вот такое, если вы не знаете, это, скорее всего, ошибочное. Закрываете глаза, или там, я не знаю, для себя определяете, как бы, вот эти 4 точки, закрываете глаза, ставите этим ручкой точку, куда, в какую букву попали, тот и будет ответ, который вы отметите. Вот, то есть, здесь именно должно быть, вот именно случайный набор цифр. Потому что можно так подбирать, что это 100% не ответить правильно. Так, Гульнас Сабитовна. Очень жалко, что вы P2 не прислали, потому что все равно, это, знаете, это как, это же не стеснение, да? Это же не, это же не, как бы, не стеснение, ой, вот я там, это нужно попробовать, просто вот это пережить. Да, по поводу оформления, нет вопросов, да, просто вот, просто нужно, как бы, поработать с материалом, поработать с материалом. Работа чистая, по P1 видно, чистая, аккуратная работа, все, но, вот, значимые значения улетели, да, то есть 50 баллов. Это, для P1 это пограничный результат, а для P2 тем более. То есть, сейчас наша задача, работаем, 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 решаем, не сдаемся, просто нужно, как бы, это, нужно выжать все из этой ситуации сейчас. Нет, Гульнар Сабитовна, я это, ну, нельзя так сказать, что, я и так знаю, что слабый, да, естественно, естественно он слабый, естественно он слабый результат. Но, когда ты этот результат замеряешь, да, в голове происходят какие-то изменения, вот, не знаю, химические изменения, еще какие-то, ты совсем по-другому относишься, как будто ставишь вот эту вот точку, ступеньку, самую низкую для себя и двигаешься дальше. А когда вот этой ступеньки нет, ну, я знаю, что там было плохо, но, а насколько плохо, там еще что-то, это непонятно. Да, а следующий результат, да, Дмитрий Сергеевич, ну, что хочу сказать. Причем, 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 немножко удивительно для вас, причем, вот работа, что-то чистое, то есть, ну, вот, как бы, оформление чистое, это значит, говорит о том, что человек, вот, у человека в голове ясно, все ясно, то есть, видимо, сам, как бы, пробник оказался таким шоком, что просто выбил, да. Просто выбил. Поэтому тоже момент такой, вот, судя по оформлению работы, судя по расчетам, судя по вашим домашним и контрольным работам, все потенциал есть. Сейчас нужно собраться, ни в коем случае не опускать руки из-за вот этого результата, да, а нужно собраться и делать, и делать, то есть, ну, как бы, знаете, иногда бешенство, оно очень помогает в каких-то вопросах. Вот, вот, а теперь, да, а теперь давайте пройдемся по вопросам. По-моему, я никого не забыл и всех сказал. Да, да, по контролю времени пошло, но, как бы, я надеюсь, что сейчас в процессе тренировки это нарабатывается, и сейчас тоже, как бы, вот этот результат на нем не зацикливайтесь. Ваша задача туда выбиться, и у вас, вот, даже, смотрите, даже, Дмитрий Сергеевич, даже с учетом того, что контрольные написаны не очень хорошо, а их вес, вы видите, в общем рейтинге очень большой, да, то есть, там, П1 контрольная весит как 5 контрольных обычных, П2 как 7 контрольных обычных в общем результате. В принципе, 64 балла средневзвешенный результат. Вот, еще раз хочу сказать, что на самом деле, на самом деле экзаменационный результат в большей степени коррелируется с вашим общим рейтингом, чем с результатом пробного экзамена. Да, почему? Потому что у вас есть время немножко, вот, как бы, прийти в себя, взять себя в руки и двигаться дальше. Вот, поэтому потенциал есть, и потенциал я жду от вас за 64 балла результаты по П1 и по П2. Да, 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 ни в коем случае не боимся. То есть, нужно идти, нужно это, нужно пережить. Вот, и по экзамену я хочу сказать, даже если бывают всякие ситуации, вот, по дипифру могу сказать, что если люди идут и сдают экзамен, пусть даже неудачно, но это опыт такой, вот, он так нарабатывается, что потом это все, как бы, весь материал, отношение ко всему, оно просто на другом уровне становится. Просто человек понимает, понимает. Вот, это даже не человек понимает, а сознание понимает, что ждет. И оно работает совсем по-другому. Вот, мне нужно буквально минутка, я сейчас подключу рабочий стол. Так, а мне написали, это, мне написали, сейчас, сейчас, сейчас были вопросы. Да, Лилия Дмитриевна, по поводу там этого балла, да, то, что не учел один балл. Да, не учел, но исправлять ничего не буду. Сразу скажу. Вопрос, а почему, да, ведь балл-то не учли же. Да, дело в том, что, видите, ситуация следующая. На самом деле, по большому счету, не важно, какой балл вы получите. Важно, сдали вы экзамен или нет. Вот, и нужно решать его так, чтобы запас, как бы, прочности был настолько велик, что там не важно уже, пропустил маркер, 3-5 баллов ваших, не пропустил, вы экзамен все равно сдаете. Спасибо. 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 Это я по поводу амортизации лучше отдельно. значащая цифра она как бы это рассчитывалось это нормально это как раз нормально то есть это не без попутал это вот считайте что умственные способности ваши просто вот обнуляются но не обнуляется совсем но где-то вот процентов вы работаете где-то на 40-30 процентов того что можете показать спокойном режиме вот но это естественно это естественно реакция организма то есть выброс адреналина и здесь организм переходит в режим бей-беги да ну то есть как эволюционно то есть там вы вышли как первобытный человек вышел из пещеры да и тут у него навстречу этот тигр саблезубой но вот у него дверь как бы это на самом деле два варианта развития события он либо берет дубину если она есть или камень и бьет его по голове и и под и бьется с ним ну или потом убегает или сразу убегает все тут решение никак то есть физическая активность работает вот она а мы пытаемся у нас выброс адреналина мы пытаемся думать и что-то решать и там допустим это рассказать этому саблезубому тигру какую-нибудь поэму вот естественно как бы организм немножко в шоке вот именно поэтому кстати вот именно поэтому что как только мы переводим ситуацию физическую активность мы начинаем но не успокаиваться а контролировать эту ситуацию поэтому вот в первые 20 минут вы быстро еще раз хочу сказать быстро просматриваете там все остальные задания что там происходит но чтобы примерно понимать вот потому что мозг будет работать над ними вот и раб начинайте работать над тестами в p1 которые не требуют расчетов или которые требуют расчетов просто записывайте что что вы на калькуляторе сложите и вычтите вот быстро потом вот а в p2 работайте прямо работаете над теоретическими вопросами которые не требуют расчетов чтобы потом все очень быстро записать По моей статистике, Лилия Семеновна, по моей статистике, результаты экзамена обычно чуть выше, чем. Но это зависит от человека. То есть здесь вот еще раз хочу сказать, что результаты пробников нерелевантны. Они нерелевантны. Почему? Потому что они очень сильно влияют на человека. То есть его дальнейшее поведение. То есть если человек получил отрицательный результат на пробнике и берет руки в ноги, его результат на экзамене реальном очень сильно отличается в положительную сторону. Если человек, как говорится, склеивает ласты и говорит, ну вот, это результат у меня пробного, такой, не такой, да, и все, уже судьба предрешена, судьба предрешена. Все, да, то есть судьба начинает предрешаться. То есть тут зависит от активной позиции. Но чаще всего все берут руки в ноги, да, и бегом выплывают. Так, вопрос А. Вопросы были, да? Сейчас я посмотрю. Письменные какие были вопросы. Вопросы были. Да, вот, Екатерина Викторовна, по поводу подбора ставок в сессии П1, вопрос 2, под пункт Е. То есть очень много времени было убито на ставку. Так, это не пробный экзамен, да? А я не понял, к какому тогда вопросу это относилось. Цифры помню, но не помню, откуда он. Там был, да, вот у вас номинал 100. Номинал 100. Покупка. Покупка за 115. Ставка купонный доход. Купонный доход 14%. Ага, срок 6 лет. Срок 6 лет. Да, в ответе рассмотрены две ставки, 10 и 12%. Каким образом действовать? А, как пример был. Хорошо. Да, давайте раз пример. Итак, вот у нас мы купили облигацию 6-летнюю за 115. Ее номинал 100. Купон 14%. Срок облигации 6 лет. Можем усно посчитать, да, какие проценты мы с вами получаем в течение 6 лет. То есть, вот у нас какая ситуация будет в течение 6 лет? Плюс 14, да, плюс 14, плюс 14, плюс 14, плюс 14, плюс 14, это уже сколько, раз, два, три, и плюс 114. Вот эта сумма у нас с вами будет. Теперь вопрос следующий. На что это похоже? Вот этот денежный поток, на что он похож? Это аннуитетный поток? Либо процентный поток? Конечно. Никита Петрович, как он аннуитетный? Аннуитетный поток – это когда на всем протяжении суммы примерно равны. Да, ну там они там, но видно, что идет погашение тела. А здесь процентный поток. Почему процентный? Потому что проценты выплачиваются 6 лет, а тело кредита в последний год. Конечно, это процентный. Вот, и давайте посмотрим, рассчитаем быстро эту ставку процента. Как рассчитать? Сумма денежных средств какая у нас? Давайте так, сумма процентов вообще. Сумма процентов какая? 6 лет умножить на 14, правильно? Плюс 100. Это то, что мы получим. Минус наша инвестиция – 115. Калькулятор возьму. 6 умножить на 14, плюс 100 – это 184, минус 115. Получится 69. Ежегодные проценты. Ежегодные проценты. 69 разделить на 5, получится… Ой, извините. 69 разделить на 6, получится 11,5. 6 лет же, да, у нас? 11,5. И оценка ставки получится 11,5 разделить на нашу инвестицию. 115. И получится, ой-ой-ой, 10%. Понятно, да, Екатерина Викторовна? Как посчитать? То есть, на самом деле, это я вот расписал, такую прикидку. На самом деле, все делаете очень быстро. Берете, понимаем, 14 умножаем на 6, плюс 100, минус… Там, вот эти вот 115, первоначальная инвестиция, 69 делим на 6, вот они, проценты делим на 115, и 10% получаем. То есть, это буквально вот секунда прикидку вы делаете. Ну, не секунда, 5 секунд. Как только оценили поток. Все. А дальше, вот просто, тупо берете эту ставку и по ней дисконтируете. И смотрите, положительный получился ИРР, ой, NPV или отрицательный. Если получился положительный, берете вот на троечку. То есть, смотрите, он вообще близко там вот к нулю шатается или нет. Вот давайте по ставке 10% сделаем, продисконтируем этот поток. NPV, это же быстро, да? По ставке 10% равно 14, ой, 14 долларов умножить на… Сейчас, ставки дисконтирования для шестилетнего. 4355 плюс 100 умножить на… Так, 3, 4, 5, 6, 0,564. И минус 115. Да, первоначальная инвестиция. Поехали. Здесь будет 56,4. Здесь будет 14 умножить на 4. 355, 60, 97. 117, 37 минус 115, получится 2,37. То есть, ой, 2,37 доллара. Посмотрите, как близко мы попали. Как близко мы попали с NPV десяточка. То есть, реальная ситуация следующая, что… Сейчас, кстати, нам нужно ставку увеличить или уменьшить, для того, чтобы следующее NPV посчитать. Так, вопрос к вам. Ставку нужно увеличить или уменьшить? Конечно, увеличить, да. Потому что NPV будет отрицательной. В принципе, в принципе… Но я бы не рекомендовал делать ставку увеличения на 1%. Скорее всего, вы попадете, и она будет отрицательной. 2%. Желательно делать 3% и вы надежно попадете. Вот если делали такую прикидку, с 3% вы попадете точно на отрицательное значение. И делаем NPV при 13%. При 13%. 14 умножаем на 3998. 3998 плюс 100 умножаем на… Где 13? Раз. 0,48 минус 115. И получится… Здесь получится 48. Здесь получится 14 умножить на 3998. 55. 97. И минус 115. Плюс 48 минус 115. Кстати, видите, когда пошло? Минус 11. 0,28. Ну, значительно ушло. То есть, можно было бы вообще ставку там взять 11%. Да, но зато попали. Зато попали. То есть, у нас интерполяция. То есть, интерполяционный расчет. Ну, и дальше NPV. И этот… Ставка. То есть, при ставке 10% NPV – 2,37. При ставке 13% NPV – минус 11,0,28. Все. И дальше решаем уже. При разнице в 3% пункта NPV дает разницу 13,398. Все. И дальше высчитываем. Улубер Ахматуллаевич. Давайте так. Вот смотрите. Если речь идет вот в таких потоках, как мы говорим, по облигациям, по облигациям, так, то тут пересчитать пара секунд. Лучше пересчитать, потому что это интерполяция. Если мы говорим про потоки, которые у нас нерегулярные, то есть, допустим, минус 1000 и пошло там 689 и так на протяжении 7 лет. Да, и вы понимаете, что сейчас вы забуритесь туда. Пишите, что тогда делаем метод экстраполяции, не совсем точный, но как бы это делаете его. Но метод экстраполяции, еще раз хочу сказать, он может дать очень как бы серьезное отклонение. Да, но в принципе эта прикидка позволяет работать. То есть, там ситуация такая. Обычно плюс 4, ну, плюс 4 балла сделаете. Плюс 4, вернее, процента. Ну, плюс-минус 4 процента. Вот, и вы попадете. Но только с прикидкой, потому что там у нас вот было где-то, вот в этой же задаче, в контрольной, да, то есть, они считали по ставке там 12 процентов, а реальная ставка ИРР, там я не помню сколько, 5 или 6 процентов. Вот, то есть, не попасть так вот, 12 минус 4, не попасть. То есть, нужно делать прикидку. А где это ИРР находится? Да, 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 да. Вот, 12 и 4. То есть, здесь вот невозможно. То есть, у вас в учебниках написан совет такой. А типа, вот посчитали NPV, там прибавьте, либо убавьте четверку, и считайте следующее значение, вы выйдете на другой знак. Нет. Вот в этой задаче так не получается. Посчитали NPV при 12 процентах. Он отрицательный, вот. Но нужно сделать прикидку ИРР, прежде чем считать. Вот, и тогда вы сможете, то есть, придется брать два значения. Остаток от вложений в инвестиции, оборотный капитал, будет стоить 100 миллионов в ценах пятого года. Нет. Улубер Рахматулавич. Вот, если вы найдете эту сессию, это было бы здорово, чтобы мы посмотрели. Но имеется в виду такой момент. Посмотрите, обычно, обычно, вот, те задачи, которые мы с вами делаем, мы на инфляцию наворачиваем, ну, как бы, потоки умножаем на инфляцию. То есть, у нас с вами идут номинальные значения в каждом году. И вот эта фраза говорит о том, что просто у нас номинальное значение, там, допустим, 100 миллионов для какого-то X года. И мы просто берем и ставим там вот эти 100 миллионов. То есть, они уже продисконтированы, ну, не продисконтированы, а увеличены на сумму инфляции. То есть, ее не нужно дальше увеличивать. Вот. Вот. Да. Так, теперь у нас был вопрос. По изолинии, Лилия Дмитриевна. И, по-моему, еще кто-то по изолинии, да, писал. Вот. Давайте посмотрим. Это экзамен П2 был. Это был экзамен П2. Это был экзамен П2. Вопрос 1. Вопрос 1. Экзамен П2. Смотрите, ситуация была следующая. Я повторю вот здесь рисуночек, чтобы можно было его на нем рисовать. Итак, у нас вот идет, вот так вот идет линия материалы B. Материалы B. Далее идет вот так вот линия. Это материал А. Материал А. Материал А. Да, и как-то, и как-то вот так вот идет линия. Не очень ее хорошо нарисовал. Вот. И как-то вот так идет линия по труду. Труд. У нас с вами изолиния расположена таким образом. Вот. Она вот так вот идет. Вот так, что оптимальный план производства находится вот в точке С. Оптимальный план. Оптимальный план в точке С. Это пересечение труда и материала А. И теперь вопрос. Да, а теперь вопрос. А что у нас с вами будет, что у нас с вами будет, если линия переместится в точку B? То есть рассчитать минимальные изменения в цене реализации товара X. Изменения в цене X. Что у нас получается? Давайте напишем. Я не буду как бы... Напишу изолиния. То есть вот эта вот функция, максимизирующая прибыль. Максимизировать. Максимизировать 62X плюс 36Y. Что это такое 62 и 36? Это маржинальная прибыль на единицу. То есть мы максимизируем маржинальную прибыль. И вот это максимизировать, это и есть вот изолиния. Просто просчитанная, как бы... Ну вот, нарисованная для удобства. Это не наше максимальное... Извините. Это не наше уравнение маржинальной прибыли, которое максимизирует прибыль. Но это некая параллельная ей линия, которая, вот... Если мы будем ее двигать вправо-влево, да... Вот. То есть она будет параллельна нашей уравнению нашей маржинальной прибыли. Вот. И зато она показывает, где вот эта вот... Как бы верхняя точка пересечения области решений и вот этой изолинии. Если мы ее будем двигать выше. Так, теперь, следующий. Давайте мы посмотрим... Это наша изолиния. Теперь, смотрите, когда она переместится в точку B, когда она повернется вот так вот... Повернется вот так и станет параллельно труду. Давайте запишем ограничение по труду. Труд у нас... 3х... 3х плюс 4у равно 8400. Ну, на самом деле, вот это 8400 для нас не важно. То есть здесь, смотрите, здесь думать не надо. вот думать в плане, а насколько изменится х, как, в какую сторону нам нужно повернуть. Нет. Мы говорим о том, что изолиния и линия труда должны быть параллельны. А когда они параллельны? Когда у них соотносятся... Вот, смотрите. Когда у них соотносятся вот эти значения этих коэффициентов. то есть мы можем сказать следующее, что вот обозначим эти 62 как некое а неизвестное. Ах плюс 36у должны быть соотноситься так же, как 3х плюс 4у. Как нам это сделать? Чему будет равно а? отсюда. А будет равно а будет равно 36 умножить на 3 четвертых. Ну, или мы можем вот написать уравнение, если это непонятно, вот так вот, почему я так сразу написал. Что значит это соотношение? Они равны. Это значит, а разделить на 36 будет равно соотношению 3 разделить на 4. И отсюда у нас а равно 3 четвертых 36. или 27. И вот теперь мы уже сравниваем. Посмотрите. то есть у нас с вами вот сейчас изолиния 36х ой, извините, 62х плюс 36у 36у а нужно, чтобы она стала параллельной 27х плюс 36у и вот здесь вы уже пишете, что нужно сделать. Уменьшить или увеличить? Как вы думаете цену? Уменьшить ее на 35 долларов. Да, уменьшить. Поэтому вы, когда делаете изолинию, вы не задумываетесь на что нужно уменьшать, куда она будет поворачиваться, увеличивать или уменьшить. Ну, как бы, не важно. Берете два уравнения и сравниваете их математически и выводите эту вот, ну, как ни пропорцию уравнения, рассчитываете просто, какое должно быть новое значение маржинальной прибыли. И все. И все. Да, и еще момент такой. Вот я вернусь. Может быть, это очень простой вопрос, но я еще хочу его напомнить про эту изолинию. Вообще, название откуда пошло? Название пошло из... Не знаю, откуда пошло, но, короче говоря, мы можем считать, что из географии для нас. Да, когда мы рисуем с вами какие-то... Вот там... Гору, да, рисуем на карте, показываем ее. Вот она рисуется изолиниями. Что это значит? Что это значит, это изолиния? Это линии одного уровня. То есть, вот, допустим, внешняя линия, это там, допустим, 400 метров над уровнем моря. Следующая линия пошла там 450 метров. Следующая линия там 700 метров. Вот и так далее. То есть, вот они изолинии параллельны друг другу. Теперь момент следующий. Вот мы нарисовали изолинию. Пусть, допустим, это изолиния 1. Вот, это изолиния 1. То есть, у нас есть некий х и есть некий у. Да? Вот. И для этой изолинии, фактически, уравнение этой изолинии показывает маржинальную прибыль, которую мы заработаем. Вот, скажите мне, пожалуйста, а если у нас будет изолиния 2, вот мы ее нарисуем вот так вот, рядышком, но чуть-чуть правее. Естественно, она будет параллельна. Маржинальная прибыль где больше? В первом случае или во втором? Нет, Елена Михайловна. Нет. Они параллельны, потому что у них соотношение маржинальных прибылей одинаковое. Ну, как, постоянное. Они поэтому параллельны. Но значения у них разные. Конечно, во втором случае больше. Но вот давайте посмотрим вот такое вот уравнение. 1х плюс 1у. Маржинальная прибыль равна 1 доллару. 45 градусов. Х и у. Вот 1,1. Значение нашей маржинальной прибыли. Если я буду выпускать 1 единицу продукта Х плюс 1 единицу продукта У, какая будет моя маржинальная прибыль? Напишите, пожалуйста, в чате. 2, конечно. 2 доллара маржинальная прибыль. То есть через это уравнение считается маржинальная прибыль. А теперь давайте я скажу. А я буду выпускать теперь 2 единицы Х и 2 единицы У. Вот так вот. Какая будет моя маржинальная прибыль? 4. Совершенно верно. То есть 1 умножить... Ну, я вот неправильно только, конечно, написал. Вот тут Х равно 1 и У равно 1. А это доллар. А вот это доллар. Вот так. Доллар. Далее. 1 доллар умножить на 2 единицы. Единицы. Плюс 1 доллар умножить на 2 единицы. Получится 4 доллара. То есть, смотрите, передвигая вот сюда и за линию, у нас маржинальная прибыль увеличивается. И идея в следующем, вот этой всей конструкции. Идея такая. Вот смотрите. А давайте мы будем передвигать и за линию все время вправо. Ну, как бы вправо и вверх. Когда у нас с вами... То есть, если мы вот так вот проведем эту изолинию, сможем ли мы что-то произвести к такой изолинии маржинальной прибыли? Нет. Ну, что у нас ограничения. Но пока мы находимся в области допустимых решений, наше производство, в принципе, возможно. И максимальную маржинальную прибыль мы получим для изолинии, которая проходит через точку С в данном случае. То есть, вот самую последнюю точку, самую последнюю точку оптимальных решений, когда мы изолинии двигаем вправо-вверх. Ну, вправо, вернее. Вот. Понятно. Вот она идея. И все. Здесь больше ничего нет такого. Плюсик, что понятно. Лилия Дмитриевна, вот эти вот значения, они как комментарии были или это была часть вопроса? А, посчитали значения. Нет, это не просят. Это не просят. Нас просят просто вот в пункте B рассчитать минимальное изменение в цене реализации товара X, которое стало бы причиной перемещения оптимального плана в производство точку B. То есть, мы пишем о том, что он перемещается, когда изолиния будет равна, будет параллельно ограничению по труду. Все. И рассчитываем вот таким образом. Да. Хорошо. 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 Так, ну, у меня, в общем-то, как бы вопросы... А, нет, не закончились. Вот. И вопрос по плановым отклонениям. Мы их считаем на фактический объем или по гибкому бюджету? Все. Я понял. Я даже это в начале, когда прочитал, не понял вопроса. Мы на фактический объем, мы на фактический объем плановые отклонения никогда не считаем. Ну, вернее, так вот. Неправильно сказал даже. У меня тогда вопрос, прежде чем я отвечу. Лидия Дмитриевна, а чем отличается фактический объем производства от объема по гибкому бюджету? Да. Ничем. Это оно и есть. Это оно и есть. То есть, но мы с вами, смотрите, смотрим следующий момент сценарии задачи. Вот в этом экзамене, где он, P1 или P2, мы считали отклонения. Мы с вами смотрели, там у нас еще это был, да, P2, потому что там был эффект обучения. Эффект обучения. Вот. Там ситуация следующая. Еще раз. У нас вот есть план некий. Некий план. Некая точка. Потом есть некая точка факт. Но мы не сравниваем план с фактом непосредственно. Мы же действуем не так. Мы сравниваем с вами это с гибким бюджетом. Что такое гибкий бюджет? Гибкий бюджет это какие бы были у нас плановые показатели, если бы плановый объем производства был бы равен фактическому. То есть и здесь у нас только идут отклонения, связанные отклонения, связанные с объемом реализации. С объемом реализации. Все. А теперь, то есть у нас вот, а теперь все остальное, все отклонения там, мы сравниваем гибкий бюджет и факт. Теперь момент следующий. Плановое отклонение. На что оно действует? Плановое отклонение действует либо на начальную точку, вот наш начальный план, либо на гибкий бюджет. Когда мы действуем на план начальный? Когда по сценарию задачи мы еще не начали ничего анализировать, то есть еще результатов никаких не получили, и в процессе реализации или даже до начала реализации мы поняли, что там допустим цена у нас, цена продукта должна быть другая, или объем реализации должен быть другой. Поэтому вот для нас это будет вот это плановое отклонение до начала анализа. До начала анализа. Вот. И мы потом уже сравниваем вот так вот. Это будет плановое отклонение. Но у нас может быть и другая ситуация, когда мы с вами получили результат, вот как нашей задачи по P2. Обратите внимание. Мы уже получили результат. Мы уже занимаемся анализом отклонений. Да? Вот. И понимаем в процессе, что ой-ой-ой, так мы же там неправильно посчитали. Вот если уже в момент анализа, то мы высчитываем новые значения гибкого бюджета, и вот у нас пошли, вот здесь вот у нас пошли плановые отклонения, а вот это операционные. Операционные. Понятно, да? Вот логика. Лилия Дмитриевна, я ответил на вопрос, или не очень. То есть мы смотрим по сценарию задачи. В какой момент мы вот эти вот, у нас нужно поменять плановые. То есть мы делаем это во время, уже после анализа результатов, либо еще вообще до получения каких-либо результатов. Да, и еще, Лилия Дмитриевна, а если 27х плюс 36у, то она не будет максимальной? Нет, она будет максимальной. Но только вот для этих значений. 27х плюс 36у. То есть вот для этой маржинальной прибыли в точке B будет оптимальный план производства и максимальное значение маржинальной прибыли. Больше вы маржинальную прибыль не найдете. То есть в принципе не найдете. Но еще раз повторяю, вот для таких значений. 27 долларов для продукта X маржиналка и 36 для продукта Y. Если вы маржиналку измените, да, естественно, изменится маржинальная прибыль, изменится вот как бы изолиния, и набор продуктов изменится тоже. Так, хорошо. Да, да, можно, конечно, конечно, Никита Петрович, можно. Ответ в Excel, кстати, это практически чек-лист. Ну, вернее, это практически ваш ответ. Но за исключением, когда невозможно предугадать, что будет написано. То есть там смотрится как бы выполнение элементов. То есть, допустим, когда невозможно предугадать, что вы напишите там, допустим, нефинансовые значения показателей, да, которые вы разбираете. Поэтому там смотрятся элементы названия этого нефинансового показателя, как он рассчитывается, в каких единицах и каково его влияние на управленческие решения, как на основе его принимаются решения. Вот. Сейчас я посмотрю, открою. Так. Ячейка B26. Ячейка B26. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, а почему? А, я понял. Сейчас. Сейчас я взгляну экзаменатора. Я понял ваш вопрос. Но это... Так. Сейчас, секундочку, я тоже посмотрю один момент. Нет, все правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас. Там указано... Угу, угу, угу. 2, 204. Наверное, нужно считать как 6. Почему? Так, я что-то не могу сообразить. Идея в следующем. Вот, смотрите. Сейчас я проверю. 256 разделить на 300 умножить на 6. А, так тут ошибка, да? Ошибка. Я понял вас. Да, естественно, здесь ошибка. У меня умножить на 256 разделить на 300. 5, 120. Конечно, это ошибка. Смотрите. Да, здесь нужно будет просто заменить. У нас отклонение по труду. Отклонение по труду получилось в следующем. Угу, 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 угу. Угу. План пересмотренный 5,510. 5,510. 5,510. То есть, наша задача, чтобы вот отклонение, пересмотренный план по накладным расходам соответствовал плану по труду. То есть, мы смотрим, сколько у нас с вами часов. Ставка. Ставка накладных. Ставка накладных расходов. 6,510 разделить на 15,510 разделить на 25. То есть, это мы смотрим, сколько у нас с вами часов вообще вот здесь вот мы планировали. У нас получится 600 часов, да. Ну, правильно вы, в принципе, написали, да. То есть, у нас ставка 10 долларов в час. Это накладные расходы. И когда мы с вами считаем, что у нас получилось 224 часа, то есть, план по накладным. у нас 220, там, 416 часа умножить на 10. И у нас получается 2 на 204. Да, там ошибка, я и понял. Спасибо. Понятно, да? То есть, мы ищем ставку и потом умножаем на плановое время. И так далее. Прямо сейчас себе здесь промечу, чтобы потом 15 разделить на 25 и умножить на 224. Да, спасибо большое. Так, еще если есть вопросы, то пожалуйста. Угу. Да, Никита Петрович? Так, роялти у нас было, по-моему, где? В P1 или P2? П1, наверное, мы там досчитали этот поток. П1, наверное, мы там досчитали этот поток. Так, нет. А, это P2, да, вопрос 5. Спасибо. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, она считается в процентах. Я понял. Мне кажется, понял вопрос. Да, почему бы вообще не исключить это роялти? Но это один из элементов затрат. То есть, когда мы с вами будем подсчитывать затраты, калькулировать, это будут входить в затраты. Да, пусть она зависит... Эта переменная часть зависит от цены. Но, тем не менее, она есть. Поэтому мы ее просто рассчитываем и все включаем в обычные затраты. Даже не знаю, как прокомментировать. Нет, Лилия Дмитриевна, да, Никита Петрович, считаем в составе затрат. Это же не налог, как бы этот... Не налог с оборота. То есть, это наши затраты. Пусть они зависят от цены. Ну, ничего в этом страшного нет. Точно так же, как у нас, допустим, могут зависеть цены, затраты на продажу продукции. То есть, если мы, допустим, продаем продукцию через комиссионера. Формально нет. Формально нет. Нельзя игнорировать. То есть, сейчас я посмотрю, где этот P2 чек-лист. Вопрос 5. Да. То есть, у нас получается следующее. У нас даются баллы за каждый компонент себестоимости, который вы рассчитали. И, в принципе, если вы его игнорируете и в себестоимость не включаете, то есть, методом исключения, то есть, корректируете, по сути дела говоря, выручку, а там получаете правильный ответ, то просто полбалла уберется, как то, что элемент себестоимости не прописан. А, кстати, почему он еще должен находиться в этих прогнозных затратах? Потому что в целевых у нас все должно быть очень просто. Вот есть цена, вот есть прибыль, которую мы хотим, все остальное затраты. И эти затраты туда включает себя все. Все затраты, которые мы несем. Лилия Дмитриевна, понятно, да? Еще раз. У нас есть определение целевых затрат. Мы их рассчитываем через цену, которую мы ориентировочно считаем, будет доступна для нас на рынке, и нормативной нормы прибыли, которую мы считаем, мы должны получить. Поэтому никаких других показателей у нас там нет. Да, цена минус нужный процент. Хорошо. Еще, если есть вопросы, то, пожалуйста, спасибо за просмотр. Да, ну и вот в этом, в П2, в вопросе 6, там, когда мы рассчитываем чувствительность, да, немножко экзаменатор, конечно, дал маху, но мы считаем просто, вот формально подходим к расчету чувствительности. То есть, если у нас изменится там прибыль, да, от того, что у нас билеты будут дешевле, да, как это отразится на прибыли, вот на, по приобретению этого оборудования, на экономии, просто тупо считаем. Но на самом деле, если подходить строго, конечно, вопрос некорректный, да, потому что на самом деле чувствительность будет никакой, никакой, потому что экономия, экономия у нас с вами будет как раз выгода от приобретения оборудования, это не разница какая-то в ценах, это экономия в затратах. И на самом деле она чувствительность есть, но она чувствительность рассчитывается более сложным образом, исходя из того количества людей, если мы, да, там вообще получается так, если мы снизим стоимость билетов, да, то количество людей увеличится, экономия у нас даже будет больше. Вот, то есть там обратная вообще ситуация. Ну ладно. Так, хорошо. Три плюсика, что понятно. У нас с вами еще будет занятие в понедельник. Так, и подождите, а когда у нас еще будет занятие? В субботу, да, наверное? Расписание. Да, в субботу. Но смотрите, давайте мы следующим образом поступим. У нас, по сути дела, два консультационных занятия. То есть присылайте вопросы, если они у вас есть. Вопросы есть, мы как бы проведем занятие по вопросам, разберем все, что нужно. Вот, если, как бы, для тех слушателей, которые находятся на марафоне, но, наверное, стоит все-таки на марафон идти, потому что там конкретные, вот, как бы, вы решаете ежедневно сессии, да, возник вопрос, вы его обсуждаете, и лучше это обсудить вот так в группе. Для остальных слушателей хочу сказать следующее, что те, кто не участвует в марафоне, у нас половина не участвует в марафоне, вот, присылайте вопросы, чтобы мы не сидели так вот, а они были подготовлены заранее. Мы прошлись по вопросам, посчитали, все, разобрали, разошлись, чтобы я вас не задерживал, там, три часа, то есть я думаю, что это лишнее уже. Вот, и в понедельник встречаемся. Да, а давайте в девять часов утра. Нам же все равно никуда ехать не нужно, правильно? То есть встали, позавтракали, сели за компьютер, часик посидели и это... И дальше решать. Да, в девять утра. Нет, Елена Михайловна, можно просто вопрос, любой. Почему по пробным? Любой. Лилия Дмитриевна, ну, понятно, да. Но на самом деле, видите, у нас с вами же эти консультации, по сути дела, идут. То есть вы работаете в том режиме, в котором вам наиболее комфортно. Да, что такое овертрейдинг? Это чрезмерное расширение деятельности. Что происходит негативного при овертрейдинге? Ситуация следующая. Когда у компании идет значительный рост, допустим, рост объемов, рост продаж, это требует, вот этот вот рост, постоянный рост продаж, у нас с вами требует постоянных вложений в оборотные средства. Ну, в основные средства, но чаще всего в оборотные средства, постоянных вложений. Вот. И прибыли, которые зарабатывает предприятие, не хватает для того, чтобы это финансировать. И при овертрейдинге получается ситуация, что компания вроде бы прибыльная, вроде бы растет, но она испытывает огромный недостаток в ликвидности. То есть у нее потоки начинают быть отрицательными. Вот. И при овертрейдинге возможно банкротство предприятия. Поэтому ситуацию... Вот посмотрите, это же в принципе легко посчитать. Вот, условно говоря, баланс предприятия. Баланс предприятия – это собственные средства, собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. и, ну, там, долгосрочные активы, краткосрочные активы. Допустим, у нас с вами есть такая, что дебиторская задолженность составляет 2-месячный оборот. Дебиторская задолженность составляет 2-месячный оборот. И сейчас мы с вами продаем на уровне 100 миллионов долларов. Ну, давайте не 100 миллионов долларов, а 10 миллионов долларов в месяц. В месяц. 100 миллионов долларов в месяц. И ситуация такая, что рентабельность чистой прибыли, допустим, составляет 15%. Допустим, составляет 15%. Это очень высокий показатель. Это очень высокий показатель для промышленного предприятия. И сейчас давайте посмотрим ситуацию следующую. Мы хотим увеличить оборот в 2 раза. То есть сделать еще оборот, выручку. 20 миллионов долларов в месяц. В следующий месяц. В следующий месяц. Вопрос. Какая у нас сейчас дебиторская задолженность? Сколько она сейчас? Да, 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов. А какая будет задолженность после того, как мы так скакнем в 2 раза? 40, да. То есть дебиторская задолженность увеличится с 20 миллионов долларов до 40 миллионов долларов. То есть нам нужно вот сюда плюс 20 миллионов долларов. То есть вот сюда в краткосрочные активы нам нужно кинуть плюс 20 миллионов долларов. Еще дополнительно оборотных средств для финансирования дебиторской задолженности. Нам не будут платить. А какие ресурсы мы с вами получили от удвоения оборотов? У нас с вами прибыль была 1,5 миллиона тысяч долларов в месяц. А сейчас станет прибыль 3 миллиона тысяч долларов в месяц. То есть смотрите, мы резко подскочили. У нас активы должны, оборотные средства увеличатся на 20 миллионов. А у нас только 1,5 миллиона в собственном капитале. То есть нам нужны... Что нам нужно с вами? Нам нужно еще где-то найти 18,5 миллионов, чтобы это профинансировать. Да, но ее же отдадут. Что значит ее отдадут? Ее не отдадут, Елена Михайловна. Ее не отдадут. Она будет постоянно висеть. Вы же постоянно будете продавать. И она будет постоянно висеть. То есть висело раньше 20 миллионов, и это было нормально. Сейчас будет висеть 40 миллионов, и это будет нормально. Но это же нам нужно профинансировать. Поэтому следующий момент. Поэтому момент следующий. Через сколько мы можем с вами остановить рост? Вот мы подпрыгнули в два раза, и мы можем остановить рост и сказать себе, все, мы пока не растем. Вот ситуация стабилизируется. Через сколько времени она для нас стабилизируется? Да. Никита Петрович, запасы увеличатся. Конечно, все увеличится. Все увеличится. То есть мы можем с вами... Это рассчитывается достаточно просто. Рассчитать период оборачиваемости оборотного капитала. Ну, за минусом кредиторки, потому что она тоже будет увеличиться. Вот. Оборотного капитала. И все. И рассчитывать исходя из этого. То есть, смотрите, мы каждый месяц будем получать 3 миллиона прибыли. Каждый месяц у нас будет плюс 3 миллиона. Вот. Чтобы профинансировать дополнительные 20 миллионов. Да, получится 7 месяцев. Грубо говоря, 7 месяцев. То есть, вот нас будет колбасить 7 месяцев, а потом у нас жизнь наладится. Потому что у нас денег станет хватать. Вот проблема овертрейдинга. Факторинг помогает в этом деле. Но это очень дорого. Это очень дорого. Легче остановить рост. И пока по это. То есть, поднакопить средства до следующего прыжка. Прыгаем. Дальше. Снова останавливаемся. Накапливаем. Прыгаем. Снова останавливаемся. Накапливаем. Нет, Никита Петрович. Здесь не вопрос ни в страховых запасах для увеличивающихся продаж. Представьте, ведь страховые запасы тоже нужно произвести. То есть, нужно туда вложиться, в эти страховые запасы. И чем больше страховые запасы, тем больше у вас... Ну, это неважно. Если у вас есть страховые запасы, значит, при увеличении объемов и страховые запасы у вас тоже растут. Они тоже требуют финансирования своего. Точно так же, как дебиторская задолженность. Точно так же, как готовая продукция, запасы сырья и материала. Все. Как может... Да, как может получиться банкротство? Да, очень просто. Вы подпрыгнули в этом месяце на 20 миллионов. Мы утрированно говорим с вами, да? Через сколько времени к вам эти 20 миллионов придут? Через 2 месяца. Через 2 месяца. К вам придут эти 20 миллионов. А пардон, у вас сейчас счетов... Сейчас счетов умножить на 85%. То есть, деньги придут через 2 месяца, а счета у вас 85% от 20 миллионов. Это 17 миллионов счетов. То есть, это рабочие, которые требуют заработную плату, да? Это поставщики, которые поставили вам товары, которые вы продали, увеличив объем в 2 раза. Они все пришли к вам сейчас и говорят, дайте мне денег. А денег нет, они будут через 2 месяца. И это часто ситуация такая происходит, когда прибыльная компания нормально развивается и вдруг бах и все. Банкротство. Да, она сидит в кредитах чаще всего. Новые компании, они сидят в кредитах и не выдерживают кредитные платежи, потому что не рассчитали. Вот поэтому здесь важно понимание этого эффекта. Почему мы его изучаем? Важно понимание этого эффекта. И важно понимать, если мы собираемся расти, то мы должны тут же понимать, а за счет каких ресурсов мы будем расти. Вернее, мы можем вырасти вообще без ресурсов. Просто покупать и продавать. Нашли канал, где мы берем товары и нашли канал, где мы их продаем. Но оборотные средства мы должны рассчитывать, за счет чего финансируем. Так, где у нас этот овертрейдинг? Где-то с оборотным капиталом, по-моему. Система показателей, оценка эффективности. Где-то у нас даже... Вот, это 25-я страничка у нас в наших конспектах. Овертрейдинг. Внизу, в самом правом, справа внизу, признаки овертрейдинга, решение проблем овертрейдинга. Да, в жизни это пригодится. Реально, может быть, овертрейдинг, это как называется, газели, да, вот русское название. Газели, предприятия газели, которые растут больше 20% в год ежегодно на протяжении нескольких лет. Такое понимание ввел журнал «Эксперт» рейтинговое агентство. Вот, ну и вот для этого роста требуется оборотный капитал. Так, хорошо, еще вопросы. Да, кто писал, что у нас по 6 часов спит всего лишь? Спите по 8 часов. Лучше вы чуть-чуть недорешаете, но выспитесь. Это важнее. Особенно важно перед экзаменом. Вы должны быть выспавшимися, вам должно быть страшно. Вот, и должны быть силы для его решения. Да, Елена Михайловна, расти только в предоплату, есть вариант. Но тоже, да, тоже, даже с учетом предоплаты, все равно материалы, все равно запасы какие-то мы формируем, все равно оборотный капитал у нас должен быть какой-то. Да, да, Лилия Семеновна. Вот, кстати, бывает очень часто так. Предприниматели рассчитывают там, рассчитывают проект. Причем это болеют предприниматели, конечно, в основном. Да, но если вот у них нет рядом финансиста, который бы мог помочь и посчитать бы это правильно, и вот они начинают, то есть у меня все, деятельность прибыльная, я же считаю, вот, вот цена продажи, вот мои затраты, все. Так, пардон, ты все время вкладываешь, почему у меня денег нет? Так, у тебя обороты растут, ты все время вкладываешь, тебе нужно обеспечить вот такие-такие затраты по бизнесу, как бы, чтобы у тебя, как бы, в обороте всегда эти деньги были. Ты не можешь их выкинуть оттуда, а это не учитывается. Вот, и тогда все ждут денег, а денег нет. А, это, знаете, тоже эффект такой вот. У меня, как бы, я работал на предприятиях промышленных, и там сезонная, это строительная отрасль, горнодобывающая отрасль, но она тоже сезонная, потому что связана со строительной отраслью. Вот, и, кажется, вот сезон, да, все же замечательно, объемы есть, на самом деле в сезон денег нет. А вот, как только сезон закончился, объемы резко падают, и у тебя появляются деньги. Но теперь тебе, наконец, начинают платить все твои покупатели, да, вот эта вот дебиторская задолженность. Оборот, оборотка у тебя, в связи с тем, что объемы падают, естественно, оборотные активы все падают тоже. То есть, вложение в дебиторку, в запасы, во все, во все, во все. И у тебя на счетах такая рассумма, да, появляется. Вот. Сразу же, вот такой вот эффект. То есть, кажется, все замедлилось, продаж нет, мы вошли в межсезонье, а на счетах, вон, деньги появляются. Вот, ну, так. Да, то есть, да, Лилия Семеновна, нужно либо просчитывать, либо долгосрочное, как бы, финансирование искать, вот, либо пока подождать и поднакопить прибыль собственную. Вот, то есть, не браться за все. Хорошо. Ну что ж, спасибо вам большое за занятие. Встречаемся в субботу в 9 часов. Да, готовимся, готовимся, считаем. Да, да. Дмитрий Сергеевич, не совсем так. Не про, что краткосрочные активы больше, да, вернее, краткосрочные обязательства больше краткосрочных активов. Не совсем так. Ведь запасы дебиторг, они тоже растут. Да, то есть, в овертрейдинге не столько коэффициент ликвидности у нас падает, сколько падает коэффициент срочной ликвидности. Да, текущая ликвидность нормальная. Она остается, потому что соотношение, как бы, там остается. А вот коэффициент срочной ликвидности, он падает, и причем резко. То есть, просто живых денег для погашения не хватает. Далее, Лесьмена, благородное дело. Это немножко охлаждает, как бы, пыл от проектов, но как-то более спокойно они начинают проходить. Когда ты вот эти моменты рассчитываешь и понимаешь, что на что там нужно. Да. Ну что ж, спасибо большое. До послезавтра, да, получается. Да, до свидания. До свидания. Может быть, знаете как? Может быть, нужно поискать источники финансирования. То есть, надо посмотреть. Да. Либо продавцов притормаживать. Конечно, но если продавцы работают, это прекрасно. Потому что, если есть продажи, есть бизнес. Нет продаж, какой бы ты замечательный ни был, производственник, бухгалтер, финансист. Если нет продаж, нет никакого бизнеса. Да, поэтому, может быть, конечно, никогда не хочется жертвовать продажами. Да. Вот. Но нужно смотреть. Но если уж выбирать между жизнью и смертью, то лучше, как бы, это. Чуть-чуть пожертвовать продажами, ростом. И потом, как бы, это. Потом выстреливать. Ладно. Ну что ж, да. Всего хорошего. До свидания. До субботы. Продолжение следует.